МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Разбираться в самых острых, безотлагательных вопросах сегодня буду я, Мария Шматкова, члены общественной палаты Одинцовского района. В прямом эфире программа «Разберемся». Звоните к нам в студию по телефону 8-495-508-86-84. Делитесь своими проблемами, задавайте вопросы. И сегодня у нас в студии комиссия по здравоохранению и социальной политике. Председатель комиссии Лариса Александровна Сизякова. Добрый вечер! Добрый вечер! И Надежда Николаевна Котович, секретарь комиссии, консультант, эксперт общественной палаты. Здравствуйте! Здравствуйте! Рады снова видеть вас в нашей студии. Комиссия по здравоохранению – наиболее горячая комиссия, скажем так, востребованная комиссия, как и комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству. Больше всего обращений, вопросов к вам. Ну, это, наверное, и неудивительно. Скорее всего, да. Итак, сегодня поговорим о много-многое, будем обсуждать. И я предлагаю начать все-таки с итогов акции «Никто не забыт, ничто не забыто». И в вахте памяти, которую ваша комиссия проделала огромную, просто колоссальную по объемам работу. Лариса Александровна, расскажите о ней. Ну, я предлагаю рассказать об этом Надежде Николаевне. Она принимала самое непосредственное участие. И самый активный наш, скажем, эксперт в этом вопросе. В рамках акции у нас проходили встречи с семьей инвалидов. Сейчас Надежда Николаевна нам расскажет. Если нужно больше что-то добавить, я добавлю. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы хотим вам рассказать о вахте памяти. Об акции, которую решила провести наша комиссия в преддверии, наверное, да и не наверное, а точно, самого знаменательного, самого любимого праздника нашего народа. Это Дня Великой Победы. Акции «Никто не забыт, ничто не забыто». Я, кстати, вам скажу, что это неудивительно, что вроде, казалось бы, сегодня в разгаре июнь месяц уже заканчивается, но мы не устаем повторять и говорить об этом празднике, о том, сколько неравнодушных сердец в нашей стране, в нашем районе, и как это приятно, и приятна эта работа. Поэтому сегодня мы не случайно говорим и о 9 мая в том числе. В плане проведения этой акции нами было запланировано посещение семей ветеранов с целью представления, в каких условиях они живут и в чем нуждаются. Акция стартовала в феврале 2015 года, этого года, и закончилась накануне самого праздника, праздника Великой Победы. За этот период мы посетили 42 семьи ветеранов. Это были и участники Великой Отечественной войны, и труженики тыла, и дети войны. И если говорить о результатах акции, то хочется сказать, что в основном семьи ветеранов своей жизнью довольны. Это та категория людей, которые не привыкли просить что-то от общества, жаловаться, а тем более жаловаться на свою жизнь, на свои условия жизни. Это уязвимая часть нашего населения. Они считают, что все, что они сегодня достигли, это их заслуга и наша с вами заслуга. И что сейчас мы с вами, наше общество должно улучшать условия жизни. И даже, наверное, и их условия жизни в том числе. И на тот вопрос, и в основном, вот я уже сказала, они согласны. То есть на вопрос, довольны ли вы своей жизнью, они отвечали, да. Но на один и тот же вопрос, могут ли они на те средства, которые получают сегодня, обеспечить себе достойную жизнь, большинство отвечали, что если не помощь родственников и детей, то нет. Но концы с концами сводить было бы сложнее и сложнее. Критически, наверное, невозможно. Да, я хочу привести пример одного из ветеранов, которому в этом году исполняется 85 лет. Он заслуженный хирург России. И он задал нам такой вопрос. Скажите, а нет ли льгот по оплате радио? Я люблю очень слушать радио, но в настоящее время у меня нет возможности оплачивать это радио. И если этих льгот нет, то радио придется отключить. Я думаю, что этот вопрос не нужно комментировать. Вопросы были самые разнообразные. Это индексация пенсии и учитываемость трудового стажа при начислении пенсии. Это и социальные надбавки какие-то, и выплаты к пенсии. Вопросы очень, на самом деле, серьезные. И, наверное, не совсем они в компетенции и в решении именно этих вопросов. Вопросы в нашей комиссии. В помощи организации для того, чтобы решить эти вопросы, участвовали наши эксперты и Надежда Николаевна. То есть мы собирали эти обращения, выходили на соответствующие организации. Это, поскольку это шло в рамках акции, это решалось достаточно быстро. Но не все вопросы, сразу могу сказать, мы могли решить. Все-таки мы общественная организация. Но, по крайней мере, мы отреагировали на все, что смогли. Мы составили письма в соответствующие организации, направили. Где-то просто нашли средства, чтобы решить быструю проблему. Но, кстати, по поводу радиооплаты и коммунальных условий, это был не единственный случай, как у этого ветерана. У нас было несколько таких обращений. Это только от жителей Одинцова. То же самое нам говорят наши эксперты с района, который находится дальше, за Одинцова. Так что проблема эта существует. Но уже написано, есть письмо, есть обращение. Много было вопросов по условиям жизни, вот именно жилищным условиям. И, конечно, есть такие вопросы, которые, в принципе, можно подождать, можно отложить. Но есть вопиющие вопросы, которые нужно срочно решать. Нужно обращаться в администрацию. Я вот приведу только несколько примеров. К нам обратился ветеран войны, дети войны, Виктор Николаевич Росомахин. У него мама 1917 года. Они жили 10 человек в квартире на 37 квадратных метрах. Мама ветеран войны. Она вдова участника Великой Отечественной войны. За доблестный труд в 41-45-е годы она получила медаль. Она умерла в прошлом году в возрасте 95 лет, не дождавшись улучшения жилищных условий. Это тоже не единичный пример, когда умирают и уходят ветераны и вдовы. И они стоят много-много лет на очереди. То есть я так понимаю, что члены общественной палаты подняли целый пласт вопросов в отношении именно этой темы. Боброва Вера Алексеевна, жительница малых везем. Когда мы приехали к Вере Алексеевне, и она рассказывала о некоторых эпизодах из дней войны, она плакала, и мы плакали вместе с ней. А когда она рассказывала и показывала жилищные условия, в которых она сейчас живет, когда из частного сектора. Но что мы конкретно сегодня можем сделать в решении этого вопроса? Это понятно, что каждый последующий случай, если мы будем разбирать их не просто десятки, их сотни, тысячи в масштабах нашей всей страны, это невозможно. Тем не менее, что мы можем сделать сегодня в решении этих вопросов? Вот все эти вопросы, которые были нам изложены в ходе проведения акции, они все были написаны в заявлении, представление в соответствующие компетентные организации. Это и в администрацию нашего города, это и в соцзащиту, это и в фонд социального страхования, и в правоохранительные органы, и даже в прокуратуру. И даже в прокуратуру. И я так понимаю, что Ваша комиссия берет шефство над решением этих вопросов, и Вы будете дальше прослеживать, мыслеживать решение и вообще эти вопросы. Конечно, по каждому конкретному случаю. И вот сегодня, если Вы смотрите нашу передачу «Дорогие ветераны», и если Вы не получили еще от нас ответа на те вопросы, которые Вы ставили перед нами, Вы не думайте, что этот вопрос не решается. Этот вопрос решается, мы обязательно будем его решать, и ответ мы обязательно Вам представим. И пользуясь случаем, я хочу обратиться к жителям всего нашего Одинцовского района, и даже ко всем жителям нашего Подмосковья, уважаемые жители, найдите время, помогите рядом живущим, может быть, живущим с Вами в одном доме, в одном подъезде, с Вами на одной площадке, или сидящим на скамейке, или проходящим просто мимо Вас, человеком, не обязательно ветерану, а просто людям пожилого возраста, который сегодня нуждается, может быть, не столько в помощи, а просто в разговоре, в добром слове, в участии в его жизни. Может быть, завтра он идет на тяжелую операцию, а сегодня он находится в реабилитационном периоде. Может быть, ему нужно помочь в каком-то вопросе, купить продукты или купить какие-то медикаменты. И если Вы не можете помочь в том или ином вопросе, то запишите его адрес, его данные, и обращайтесь к нам на телефон горячей линии Общественной палаты муниципального района. Мы обязательно его найдем, свяжемся с ним, и окажем ему помощь, и поможем решить те вопросы, которые его сегодня волнуют. И я хотела еще сказать, а по телефону мы озвучим в конце программы, у нас будет еще для этого случай, и хочу еще сказать, что в рамках этой программы, этой акции нашей комиссии совместно с Общественной палатой было организовано праздничное мероприятие для детей войны Одинцова, которое прошло 24 апреля в мечте, и слышать потом их отзывы и благодарность за этот праздник было, конечно, очень приятно. Все это было очень трогательно и очень приятно. Так что не забывайте о людях, которые живут рядом с Вами. У нас есть сюжет, поэтому я предлагаю сейчас посмотреть о том, как проходил праздник для детей войны Одинцова. Каждый год в преддверии Дня Победы актив общественной организации «Дети войны» проводит праздничные встречи. В этот раз желание поддержать пожилых жителей Одинцова, чью детство пришлось на военные годы, решили общественники, члены комиссии по здравоохранению, социальной политике и качеству жизни Общественной палаты Одинцовского района. Открывая встречу, мэр города Одинцова Александр Гусев был крайне лиричен, напомнив, что 70 лет без войны – это и радость, и боль утраты. В преддверии 70-летия желаю прежде всего, чтобы не было войны, чтобы у Вас было здоровье, чтобы родные и близкие, кто рядышком с Вами уважали Вас, чтобы у Вас хватило терпения жить в любви и согласии с внуками. Общественная организация «Дети войны» была создана в 2013 году. Сегодня в ее рядах более 800 человек. Заботы одни на всех, улучшение качества жизни, социальная поддержка, культурный досуг пожилых людей, большинство из которых занимают активную гражданскую позицию. «Дети войны» – это целое поколение, которое в послевоенные годы поднимало страну. На их плечи легли заботы и хлопоты об отцах и дедах, которые воевали. Их силами и усердием Советский Союз возвращался к мирной жизни. Мой папа, который родился в 43-м году, прямо на войне, два года воевал с моей бабушкой вместе. Прямо на войне, в землянках. Везде пережил и качала его даже собака, люльку. Поэтому мне бы хотелось искренне Вас поздравить. Спасибо Вам за то, что Вы прошли те тяжелые годы. Спасибо за то, что Вы выжили. Спасибо за то, что Вы сегодня с нами. Спасибо за то, что Вы являетесь примером для нас и нашей молодежи. Спасибо Вам огромное. Счастья Вам огромное. Огромное и низкий Вам поклонен. Слова благодарности и признательности, стихи и поздравления, песни, праздник для детей войны – это почти домашняя встреча, где есть место воспоминаниям и даже слезам. Среди волонтеров – девушка Оля, привывшая в Одинцово из Луганска. Более ужас войны объединяет разные поколения. Дети войны сегодня – это пенсионеры, заслуженные работники, передовики, которые не теряют надежды быть услышанными на федеральном уровне. Законодательно они не ветераны и не труженики ТЭЛа, просто свидетели военных событий, которые два года назад заявили о своих правах. Нужно объединить организацию и сделать объединенную организацию города Одинцово и Одинцовского района. Таким путем, наверное, количество вот этих, называемых, детей войны, оно, наверное, увеличится до двух с половиной тысяч. На сегодняшний день передо мной администрация города Одинцово и Одинцовского района, Андрей Роберевич, ставит вопрос о том, что это должна быть единая организация. К юбилею Победы членам организации подготовлены памятные медали, участникам встречи подарки от городской администрации и комиссии по здравоохранению общественной палаты. На подхвате – волонтеры благотворительного фонда «Лизонька». Торжество ко Дню Победы – еще одна возможность встретиться, поговорить и закружиться в вальсе, как 70 лет назад танцевали деды и прадеды. Первый день без войны. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что вы смотрите программу «Разберемся». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8495-508-86-84, задавайте ваши вопросы. К нам сразу после сюжета присоединилась Людмила Сергеевна Седлова, член общественной палаты, председатель Одинцовской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Здравствуйте, Людмила Сергеевна. Здравствуйте. Сегодня вы к нам присоединились, не случайно пришли в студию, будем обсуждать серьезный вопрос, наболевший вопрос. Вы нам сейчас все расскажете, все разъясните нашим уважаемым телезрителям. Итак, что сделано комиссией по решению вопроса о возмещении компенсации инвалидам за средства реабилитации, которые они приобретали за наличный расчет? Я знаю, что это очень острый вопрос, и там есть свои тонкости. Да, как вы сказали, этот вопрос больше относится к инвалидам, детям-инвалидам и некоторым категориям, использующим для реабилитации технические средства реабилитации. В 2014 году до декабря полномочия были по обеспечению средствами реабилитации в Управлении социальной защиты. Но по решению правительства полномочия были переданы фонду социального страхования. К сожалению, социальная защита в прошлом году имела долги по компенсации. То есть, очень много было не выплачено средств за приобретенные средства. И когда они поступили, вот эти долги поступили в фонд социального страхования, там тоже не торопились с выплатой компенсации. И, кроме того, цены у фонда социального страхования на компенсацию были намного ниже, чем в Управлении социальной защиты. То есть, цены установлены. Давайте сразу, чтобы было всем понятно. Вы в этом вопросе разбираетесь досконально, но не все так хорошо его знают. Да, я просто, извините, я разговариваю, потому что знаю эти вопросы, потому и сказала, что касаются они, в общем-то, инвалидов в большей степени. Ну и другим не помешает знать, какое у нас отношение к инвалидам, хотя бы вот в этой части. И фонд социального страхования не торопился с компенсацией. И начались, люди стали тревожиться, потому что уже прошли такие сроки, что надо опять приобретать, а не получили еще. Но получается, что средства реабилитации стоят очень дорого. Да. Люди покупали их за свои деньги, в надежде, что через месяц, ну, через два максимум, они вернутся и они продолжат дальше. По закону, по закону, в течение 30 дней. Ну вот, то есть, они за год на месяц. А прошли даже и полгода, и более. И более. У нас были такие обращения. И люди заволновались, потому что, вы понимаете, инвалиды, живут люди на пенсию. И, понятно, начались запросы в общественную палату, вот в нашу комиссию по социальной палате. Мы сейчас продолжим разбираться в этом вопросе, а пока у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я военный пенсионер, живу уже в 1665-го года. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Евгений Егорович. Евгений Егорович, добрый вечер. Вопрос какой? Решился ли спор между транжилстроем и МУПом о том, кто будет нами заниматься по Можайскому шоссе, Можайское шоссе, дом 107? Можайское шоссе, дом 107. Мы поняли ваш вопрос, записали. Сегодня у нас, к сожалению, комиссия по здравоохранению не может ответить на этот вопрос в полном объеме, потому что у нее немножечко другая специфика, но ваше обращение обязательно мы передадим в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству. С вами свяжутся в самое ближайшее время, и я думаю, что вы получите компетентный ответ на ваш вопрос. Спасибо за звонок. Оставайтесь на линии, не переключайтесь. Сейчас наши звукорежиссеры запишут ваши все данные. Спасибо за звонок. Мы продолжаем разбираться в выплатах инвалидам. Поступили запросы от матерей, воспитывающих детей инвалидов. Поступили запросы от инвалидов, от ветеранов инвалидов. Запросов было достаточно. Многие матери обратились просто в прокуратуру, и вопрос был решен. И сейчас идет выплата. В первую очередь начали выплату ветеранам. Согласитесь, эти люди, наверное, достойны первоочередного. Но это даже бесспорно, не обсуждается. И там возник вот такой вопрос, что до 15 декабря 2014 года соцзащита передала свои полномочия. А фонд социального страхования уже с 1 января их начал, эти полномочия. И вот этот вот две недели промежуток, в который люди приобретали революционные средства, казалось, он... Как бы утерян был. Утерян, да. Но я разговаривала с директором фонда социального страхования Одинцовского филиала. И вопрос этот решен. В течение ближайших двух недель людям будет выплачено. Я думаю, что сейчас все сидят возле кранов и аплодируют, и улыбаются. А у нас между тем есть звонок. Давайте его послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Я живу в городе Одинцово, и вот я хочу выразить благодарность вашей телекомпании, потому что вот эта передача ваша «Разберемся» очень интересная. Это рад. А второе вот... Спасибо, Сергей, от всей нашей студии и членов общественной палаты. И телеканала Одинцово, потому что это совместный проект. Да, дай бог вам просветания. Спасибо. И вот я хотел сказать, вот эмоционально, конечно, говорят тут женщины, как говорится, участники вашей программы. Вот получается так, что общественная палата как бы является рупором, так бы, глазом как бы народа. Вы абсолютно правы. Абсолютно. Дай пусть так говорят. связующим звеном между чиновниками. Я хотел бы просто пожелать, чтобы именно вот чиновники услышали вот эти вот... И все вот эти ваши, как говорится, просьбы и пожелания. И дай бог вам в дальнейшей работе. Спасибо огромное. Лариса Александровна хочет... Лариса Александровна, я просто просил вопрос. Сергей, спасибо большое. Все это очень приятно. Но я вот всегда говорю на своей комиссии, своим друзьям, которые помогают в этом нелегком труде нам. Мы общественники, и вы должны понимать, и то, что я всегда стремлюсь им вложить в уши, мы ни в коем случае не подменяем и не хотим подменять те организации, государственные структуры, которые должны заниматься этими вопросами. Я понимаю, что в силу определенных обстоятельств не всегда они могут это быстро решить. А мы вот тот глаз народа, про который вы говорили, который постоянно им капает, напоминает, требует, если надо, давит судами прокуратурой. Да, поэтому обращайтесь в общественную палату, принимайте самое активное участие в прямом эфире телепрограммы. Разберемся, звоните нам в студию, напомню, сейчас телефон 8495 508 86 84. Мы продолжаем. И этот вопрос о выплате компенсации, он решался не в узком территориальном уровне. Да, уровне Одинцовского района. То есть, это проблема, очевидно, всей страны, потому что областная организация инвалидов Всероссийского общества обратилась в Государственную Думу. И было принято там, было рассмотрено этот вопрос, было принято решение. Значит, этот вопрос рассматривался на заседании Общественной палаты Российской Федерации. Так что все это непросто. А мы явились вот таким винтиком-толкачом, что ли. Да, который запустили всю эту систему. Запустили механизм. Да, запустили. Вот это самое радостное. Вот это как раз-таки есть результат вашей работы. Многие скажут, ну, написали обращение, вроде, хочется же всем, чтобы был вопрос любой решен вот сиюминутно, сразу же. Ну, не всегда так получается. Ну, не всегда получается. Слишком много препонов, но это тоже связано с определенной бюрократической системой. Но когда получается, это очень радостно. И мы получаем удовлетворение. Понимаете, что не зря мы здесь занимаемся вопросами, и мы сочувствуем людям, а особенно инвалидам. Ну, а кто же им еще посочувствует? Но все-таки хочется надеяться, что и наша программа в том числе будет в этом вопросе помощником, да, и сочувствующих, понимающих, сопереживающих людей будет становиться с каждым днем больше. Ну, и как раз, может быть, мы перейдем сейчас по поводу... Да, и мы перейдем к третьему вопросу, не менее актуальному. У нас сегодня все вопросы актуальны, остры. Сейчас поговорим о работе мониторинга по ценообразованию лекарственных средств Московской области. Опять же, хочу начать с того, что мы, конечно, не занимаемся ценообразованием, мы общественная организация. Плюс ко всему, сразу хочу сказать нашим жителям, что и аптеки не имеют отношения, скажем, к нашим муниципальным поселениям. Аптеки в основном сейчас в Российской Федерации коммерческие, поэтому ни лечебные учреждения, ни управление здравоохранения, ни министерство напрямую оказывать давление на ценообразование не имеют возможности. Но в рамках законодательства министерство и управление имеют возможность контролировать и проводить проверки. И вот не так давно, в начале этого месяца, министр здравоохранения Московской области Сусланова Нина Владимировна на одном из совещаний Общественной палаты Московской области обратилась к общественникам, то есть к Общественной палате Московской области с просьбой помочь в этом мониторинге. Сразу хочу оговориться, что мы тоже не имеем полномочий законных приходить и проверять, но мы хотим помочь в этом контроле. В чем он заключается? Есть определенный перечень препаратов жизненно необходимых, важных и часто используемых. В Московской области этот перечень составляет 20 тысяч наименований. Естественно, контролировать все это не представляется возможным. К нам обратились с просьбой в наших аптеках, в нашего района посмотреть по названиям препарата и по производителю, сколько стоит, в какой аптеке, по какому адресу. Что мы предлагаем и о чем мы просим вас, дорогие жители нашего района? На сайте Общественной палаты мы сделали таблицу из 23 наименований наиболее часто используемых групп и выписываемых льготных препаратов. Там указано название препарата, заменяющего название, страна-производитель или фирма-производитель, потому что это очень существенно и важно. От этого может варьировать цена. Там есть графа цена и адрес. Поверьте, что нас не так много, как вам кажется. Мы здесь часто, конечно, бываем, но у нас очень мало экспертов. Да, мы в тельняшках, поэтому у нас большая просьба. Заходите приобретать лекарства. Посмотрите на сайте табличку, и можно распечатать. Там всего 23 строчки, и колоночки все указаны. Узнали цену в вашей аптеке, сколько стоит препарат, которым вы пользуетесь. Пожалуйста, позвоните на горячую линию общественной палаты. Я вам сейчас продиктую телефон, возьмите ручки. Либо напишите на сайт общественной палаты. И вместе с совместными усилиями мы с вами составим такой мониторинг. Мы будем его отправлять в Московскую область, в Министерство здравоохранения. Наши эксперты 3 июня уже прошли по аптекам Одинцова. Можно посмотреть тоже на нашем сайте, на нашей комиссии. Есть предварительные... Для людей это будет подсказка. Для людей это будет подсказка, что цены разные. Вы увидите разницу. Мы будем делать такие, ну, поквартальные, скажем, итоги, чтобы вы могли посмотреть и выбрать, где какие препараты, сколько стоят. Сейчас я хочу продиктовать телефон горячей линии общественной палаты. Пожалуйста, запишите. 8-985-151-3077. И еще один вопрос. По этому же телефону можете узнать. Либо в организациях, которые я сейчас перечислю, это Пенсионный фонд, Управление социальной защитой, Благотворительный фонд Лизонька, Организация общества инвалидов, где Людмила Сергеевна ее многие в районе знают. Мы сделали такую небольшую памятку с телефонами всех организаций нашего района, не только Одинцова, в которые могут обратиться инвалиды, родители детей инвалидов, все люди, которые не защищены, но должны защищаться определенными льготами. Здесь есть телефоны всех организаций. Пожалуйста, если вам нужно, обратитесь, вам дадут эту памятку, чтобы вы знали, куда обратиться в службу для вас ситуации. Спасибо, Лариса Сергеевна. Спасибо, Людмила. Сергеевна, ничего страшного. Лариса Александровна, Людмила Сергеевна, что пришли сегодня к нам в студию. Надеюсь, что мы попытались и разобрались в самых актуальных вопросах. Но ровно через неделю мы продолжим разбираться. Смотрите программу «Разберемся». Оставайтесь на канале ОТВ. До свидания. До свидания.